Вопрос, интересующий всех жителей области – тарифы на вывоз мусора. Ещё в августе в регионе ввели систему раздельного сбора твёрдых бытовых отходов. По решению жителей могут быть установлены дополнительные – жёлтые контейнеры. В этом году только для пластика, а с 2020 года – для стекла, бумаги, металла и текстиля. Все региональные операторы установили дифференцированные тарифы. Сортируя отходы, мы можем платить за вывоз мусора примерно на 21% меньше. Вот этот опыт установления тарифов является беспрецедентом для России. Сейчас в настоящее время на территории всех регионов реализуется переход на новую систему обращения СТКО. Но именно как установление дифференцированных тарифов на сортированные отходы – это пока ещё так. Наш регион в данной ситуации является первопроходцем, и другие регионы во много вариентируются на наш опыт и уже задают определённый вопрос. Ещё один острый вопрос, который подняли представители антимонопольной службы – активизация различных сомнительных финансовых организаций, предлагающих займы. После ужесточения законодательства многие подобные компании официально ушли с рынка. И теперь маскируются, например, под магазины розничной торговли ювелирными изделиями или комиссионные магазины. Вопрос, который должен задать каждый человек себе, если, например, в рекламе финансовой услуги не указано наименование организации, почему такое замалчивание того, кто что предлагает, оно всегда очень сомнительно. На особом контроле антимонопольной службы – разоблачение так называемых картелей. Компании, участвующие в конкурсных торгах, зачастую договариваются между собой и таким образом добиваются более высокой стоимости своих услуг. Только в 2019 году специалисты антимонопольной службы выявили антиконкурентных контрактов на сумму более 400 миллионов рублей. Сейчас появился определенный инструментарий, который был разработан в Центральном аппаратах ФАС России. Это система многопараметрического анализа торгов, который проводится в рамках размещаемой информации в единой информационной системе. Мы пользуемся в том числе этим инструментом, и поэтому в рамках работы, руководствуясь этим инструментом, выявляется все больше и больше антиконкурентных торгов, которые мы можем рассматривать. Поэтому увеличение суммы, так скажем, картеля связано в первую очередь с появлением вот этого инструментария. К слову, доказанный картельный сговор грозит участникам не только штрафом, но и уголовной ответственностью. Ирина Стефанюк, Ренат Бигбаев. Время новостей. Ирина Стефанюк, Ренат Бигбаев.